Всем добрый день! Вы на канале Голубика Днепр. И завтра у нас уже 1 августа. Как я и говорила, нужно готовить свою голубику к закладке цветочных почек. И кроме того, эта подкормка фосфорно-калийными удобрениями готовит нашу голубику еще и к зимовке. То есть останавливает ее рост, закладываются цветочные почки и побеги наши молочные, которые росли, 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 будут вызревать. То есть готовятся к зимовке, чтобы они не вымерзли, перестали остановить сейчас их рост, и они хорошо перезимовали. И на них уже заложились цветочные почки. Но прежде всего, что еще я забыла сделать? Или как я готовлю свою голубику перед вынесением? Кстати, подробное видео я прикреплю в комментариях. У меня уже было это видео 2 года назад. Повторяться я не буду, я просто оставлю ссылочку, по которой можно перейти, посмотреть, зачем, как, какие пропорции, какие дозировки. То есть повторяться я не буду. Но кроме этого, что я еще делаю со своей голубикой? Перед подкормкой сделать прополку, удалить все лишнее, и желательно сделать обрезку. Вот из-за того, что я не успела сделать обрезку своих кустов, я хочу немножечко оттянуть свою подкормку. Почему? Если остается у вас трава, если у вас остается много ненужных веток, эти ветки и этот бурьян будет тянуть на себя питание. Поэтому я хочу, чтобы мое удобрение, моя подкормка пошла только на развитие голубики. Поэтому если даже траву я убрала, подготовила землю, что не будет лишнее какое-то питание, убрала у меня на моей голубике, попадаются, меня спрашивают, почему ваша голубика похожа на малину. Да потому что здесь раньше росла малина, и постоянно на протяжении всего сезона малина всходит и растет. Поэтому нужно удалить эти лишние ростки, чтобы они опять же на себя не забирали, не разрастались, не забирали питание, которое предназначается для кустов голубики. Ну и посмотрите, как кусты за сезон, после того, как я собрала ягоду, наросли. Какое большое количество веток, приростов у них. Основную свою обрезку я, конечно, делаю в феврале-марте. У меня на канале есть 20 уроков, я рассказываю подробно, как обрезаю разные по возрасту кусты. Малыши там 2-3 лет, полтора летние. Рассказываю, как 4-летние, старые кусты, как удаляю. То есть на канале есть плейлист, в котором я подробно рассказываю, объясняю, как нужно делать обрезку. По летней обрезке у меня еще не было ни одного видео. Раньше как-то я старалась летнюю обрезку не делать. Кусты не были у меня такие загущенные. То есть как-то оно все у меня компактненько было. В этом году просто стреляют, заросли. Поэтому нужно свои кусты немножечко облегчить. Потому что такого количества веток я оставлять не буду. Но опять же, видео будет чуть-чуть позже. Не все я успеваю. Я тоже человек. У меня тоже есть семья, есть свои какие-то задачи. Поэтому немножечко я не успеваю за своей схемой. Поэтому у кого кусты аккуратные, можете спокойно их подкармливать. Как я уже сказала, ссылку о нормах подкормки, какое удобрение я использую, какие возраста, сколько, чего. Там можно будет посмотреть подробно. Все я рассказываю. А уже свою подкормку я буду делать, когда я сделаю обрезку. Потому что пришла посмотреть, смотрела-смотрела я на бурьян. В итоге увидела, мама дорогая, наросли кусты. А кусты у меня разного возраста, разной загущенности. Есть молодые посадки. И опять же, обращаю внимание, пока у вас на кустах есть ягода, задерживается немножко прирост. Те кусты, на которых уже собрали урожай, они стремительно растут. Потому что облегчился куст. Раньше вся сила уходила на ягоду. Теперь они спокойно могут развиваться и давать приросты. Но мы эти приросты должны сейчас остановить. И как всегда я уточняю, у меня канал Голубика без секретов. Я рассказываю про уникальное, не уникальное, а универсальное обработки голубики. Как и у многих других, мои кусты молодые, посаженные в яркие, в жаркие дни, сгорели. Сбросили свою листу. Я прикреплю опять же в комментариях видео, как я свои кусты обрабатываю. И вот, после баковой смеси, обработки профилактической с антистрессами, посмотрите, начинают просыпаться. То есть, казалось, куст все сдох, полностью погиб. И вот, посмотрите, как он потихонечку восстанавливается. Поэтому все мы люди, это растение. И вот показываю такая же самая ситуация. Это у меня молодая посадка. И кустики у меня очень-очень сильно пострадали. Теперь я эти кустики восстанавливаю. Вот они потихонечку-потихонечку отходят. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но восстанавливаем. А вот кустики одного сорта. Нельсон я высадила в этом году. Там, где еще присутствует ягода, кустики не сильно развиваются. Есть приросты, но не сильные. Вот смотрите, на одном кусте, на котором я сняла раньше ягоду, он быстрее подоносил, и моментально начали стрелять. Посмотрите, какие пошли приросты. А он был вот такой, как этот. Опять кустик, на котором еще я буквально на днях сняла ягоду, еще не окреп. Опять кустик, на котором я уже сняла частичные ягоды, сразу начали появляться приросты. И вот кустик, на котором еще висит ягода. Опять же, на нем молодых приростов очень-очень мало, потому что силы идут, как я уже сказала, на ягоду. И вот кустики, которые у меня были с сильным подгоранием. Это несколько кустов дюка. Ягоду я собрала, и опять посмотрите, старые ветки, которые надо будет обрезать, и молодые приросты, которые выдал после сбора урожая куст. Точно так же с этими кустами старые ветки, которые буду обрезать, и молодые активные приросты. Вот кусты развиваются по-разному. Здесь больше солнышка, больше прироста. Здесь веточки затеняют, приросты поменьше. Молодые кусты посажены в свежий грунт, которым все понравилось. И здесь полутень, вообще шикарно себя чувствует. Опять же, рассказываю, это посажено в кислый торф с корой, это посажено в кислый торф с опадом. Вот обращаю внимание, что дюку очень нравится именно посадка в кислый торф. Больше процента торфа, и лучше рост. Мирком по клубничке, вообще не рассказываю про клубнику. Заросло у меня здесь сплошным полотном, все было закрыто. Собрала, я считаю, нормальный урожай. Каждый кустик у меня дал, где-то я приблизительно посчитала по 800 грамм ягоды разного размера. Первые были крупные, дальше были, конечно, и поменьше. Запустила, затянула. Теперь в итоге вырезала в ноль все свои кусты неделю назад, и вот за недельку начали распускаться. И обработала той же самой баковой смесью, которой я обрабатываю свою голубику и все остальные кусты. То есть, что туда входит? Прилипатель, антистресс, фитоспорин и фитоверм. То есть, от вредителей и от болезней. Выходит чистенький лист, без пятнистости, светленький, салатовый, еще достаточно много времени, потому что до мороза у нас, как минимум, еще до ноября месяца. Поэтому кусты успеют окрепнуть, еще остается мне их хорошенько будет подкормить. Опять же, подкармливать я буду их, как и голубику, монофосфатом калия, под каждый кустик, ну, буквально по 100 грамм я подолью под каждый кустик. Для того, чтобы они тоже окрепли, заложили цветочную почку. Ну, клубника не нуждается в такой подготовке, как голубика. Она всегда, в принципе, с урожаем от болезни обработали, дали какую-то весеннюю подкормочку и следим за тем, чтобы она не болела. Поэтому биопрепаратов вполне достаточно. Подытожу цель моего видео. Не делим наше удобрение на бурьян, траву и на другие растения, которые вместе, рядышком возле нее растут. Поэтому делаем прополочку, ну, а потом уже по ситуации делаем обрезку и подкармливаем. Ну, и как всегда, маленький обзор других моих растений совершенно не показывала. Я довольно, ну, это, конечно, на словах вы хотите, верьте, хотите, нет. Довольно очень ежевикой. Вот в таком состоянии остался последний ряд моей ежевики. Сделала уже, я удалила все побеги, которые отплодоносили. И вот в итоге, какие я оставляю кусты, потому что удаляю все старые побеги точно так же, как у малины. Моя ремонтантная ежевика Праймарт, Арк, уже пошла на второй урожай. То есть обычно она не успевает у меня вызреть где-то в октябре ягоды. В этом году все рано, все быстро, поэтому начинается плодоношение у нас уже к августу месяцу. И вот первые уже гроздья кисти. Показываю, какие ягоды. Уже несколько я тут пощипала. Ну вот такая вот урожайность у Праймарка. Причем здесь я уже, наверное, ягод 10 на этой кисти сняла. Праймарка. Урожайность